Жан-Эр это чемпион мира среди юниоров все того же 2019 года. Геннадий Лаптев, кстати говоря. Геннадий Лаптев из сборной команды Белоруссии. Знаменитый Геннадий Лаптев, который был четвертым на прошлом чемпионате Европы в Грузии в толчке. Был, соответственно, лучшим на предыдущем чемпионате Европы в рывке. Ну и если брать результат по итогам... Ну здесь удерживает достаточно легко, справляется Геннадий с этим результатом. Был лучшим по сумме двух упражнений. Здесь у Лаптева вес 128 килограммов. Он его достаточно легко фиксирует. Здесь никаких проблем у него не возникает с этим весом. И действительно молодец. Очень хорошая первая попытка в его исполнении. Сегодня он вновь один из фаворитов. Ну пока у нас лучше всех, понятно, Шата Мишвелидзе. У него 131 килограмм. Это тот вес, который он уже взял. Соответственно, сейчас Геннадий Лаптев 132 килограмма. То есть на килограмм еще больше. Но первая попытка, которой Лаптев удалась, это 128 килограммов. Сейчас он аж на 4 сразу больше. Понятно, что нужно еще думать и о сумме по рывку и толчку. Нет, не получается. Не получается. 132 килограмма пока. Эта цифра не покоряется Геннадию Лаптеву. А вот что касается его соперников. Ну там кто? Ферди Хардал, Стелин Гроздев. Вновь на помост вызывается Геннадий Лаптев, Емарусь. Заявленный вес 132 килограмм. Надо его брать, и тогда он сможет, не знаю, надолго-ненадолго, но пока быть виртуальным лидером. Ну что, удержит? Да, удержал. Удержал штангу Геннадий Лаптев. Ну и 132 килограмма. Это вес, который он берет в рывке. Ну и вот сейчас пока он должен стать виртуальным лидером у нас, потому что вес больше, чем он не брал пока никто. Но у Гроздева еще две попытки, у Хардала тоже две попытки. Что касается шаты Мишвелизы, то у Мишвелизы осталась только одна. Но сейчас Стелин Гроздев там должен появиться. Спортсмен из Болгарии должен появиться. Дальше Геннадий Лаптев. Держи, держи, держи. Давай, давай, давай. Гудлик. Подъем защита. Наш едаковой запах. Да, но здесь у Лаптева все правильно. Вес 148 килограммов. Он его фиксирует без особых проблем. Но Беларусь сегодня действительно тоже очень хорош. И номер 7. Санэр Топтас, Турция. Третья попытка. Ну и что? Джанэр Топташ дальше будет выступать. Его третья попытка в этом упражнении. Вес, который заявлен белорусским спортсменом на вторую попытку. В первую, я напомню, он взял 148. Взял, причем достаточно уверенно этот вес. Здесь выходит он на помост. Ну и дальше что будет? Так, с первой фазы справляется. Держим, держим, стой, стой. И сейчас удерживает, да. Там видели мы, слышали точнее, что тренеры говорят, да, что нужно стоять. Но здесь очень легко с этим справляется задание. От своего тренера Геннадия Лаптев. И 154 килограмма. Тот вес, который пока позволяет ему лидировать. Лидировать, соответственно, и в упражнении толчок. Ну и по сумме двух упражнений тоже. Сейчас у него 286. Давиду Рую пока 275. Но Рую только 150 килограммов смог поднять. Геннадий Лаптев. Его третья попытка. 148 взял, 154 взял. Теперь 159. Тот вес, которым только что не справился Шата Мишвелидзе. Вот это первая фаза у него получит. Нет, 159 тоже не берет. И что, получается восьмой результат у Лаптева в толчке на данный момент. И четвертый по сумме баллов. Обидно должно быть, конечно, Геннадию Лаптеву. Хотя продемонстрировал очень хорошую форму сегодня. Очень хорошее выступление. Я думаю, мы ему за это можем только поаплодировать. Так, Йон Мао становится лучшим в толчке. Стилен Гроздев в толчке второй. Давиду Рую на третьем месте. Вот, да-да. Еще раз мы смотрим эту табличку. Гроздев, Мишвелидзе и Хардау.